Даже президент подчеркнул, что двери для переговоров остаются открытыми. А Россия не будет размещать новое оружие в других регионах до тех пор, пока там не появятся образцы американского производства. Вашингтонский договор, подписанный в декабре 87-го Горбачёвым и Рейганом после многолетних усилий с обеих сторон, предусматривал уничтожение баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров, а также запрет на их производство и испытания в Советском Союзе и США. В течение 30 лет этот документ создавал чувство безопасности по всему миру и прежде всего в Европе, оставив в арсенале только взаимно уничтожающие межконтинентальные средства сверхдержавы уменьшили риск ядерной войны. К 2019-му США сочли, что документ связывают руки Пентагону. В такой ситуации иного выбора, кроме как приостановить свои участия, у России не было. В противном случае мы были бы в неравных условиях, и это даёт нам право заниматься разработкой таких вооружений, которые будут соответствовать интересам национальной России и интересам национальной безопасности. С тем, чтобы не отстать, если наши партнёры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении. Соединённые Штаты Америки сделали по-своему, поставили всех перед выбором. Нам хотелось бы, чтобы глобальная безопасность поддерживалась всеми странами. Поэтому мы предоставляем возможность президенту восстановить действие договора, в том случае, если ситуация изменится. В качестве предлога для разрушения договора Вашингтон использовал претензии к новой российской ракете для Искандеров. Американские эксперты утверждают, что она способна достигать запрещенных 5,5 тысяч километров. Чтобы снять эти подозрения, российские военные пошли на беспрецедентный шаг и собрали брифинг для военных атташе, где показали и доказали, что дальность этой ракеты увеличить невозможно. Но американские представители навстречу не явились. У России вопросов к Пентагону намного больше. Американские ударные беспилотники и ракеты-мишени – это фактически те же крылатые ракеты средней дальности. А универсальные пусковые установки ПРО в Румынии и Польше легко превращаются в комплексы для запуска томогавков. И, безусловно, нарушают ДРСМД. Сегодня в Токио по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Японии Сергей Лавров прямо назвал размещение таких элементов по всему миру угрозой для безопасности. Мы подтвердили нашу озабоченность теми рисками, которые создаются для нашей безопасности, в том числе в связи с планами развертывания элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов на японской территории. Ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Это уже четвертый раунд российско-японских переговоров в формате 2 плюс 2. Стороны назвали его откровенным и острым, но конструктивным. Несмотря на расхождение в подходах безопасности в регионе, министры обороны договорились о совместных учениях. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море. Очередное российско-японское учение сарекс пройдет в июне в акватории.